На площадке Виктории, как ни странно, не профессионалы, а мастера-пера, представители спортивных СМИ Беларуси и России. К встрече спортсмены-любители готовились обстоятельно. Стать победителями первого в истории гонбольного матча журналистских сборных очень хотелось обоим соперникам. Встреча коллег в таком формате редкость, но потому, насколько собранными и серьезно настроенными. На жаркую борьбу были игроки, становилось понятно, это далеко не последний поединок. Живой интерес к таким мероприятиям оказался налицо. Идея проведения данного матча возникла месяц назад, когда национальная сборная Республики Беларусь проводила творческие матчи со сборной России. Именно тогда в России уже была проведена первая встреча, и сегодня ответный матч в прекрасном зале Виктория в Бресте. Я полагаю, что это только старт, это начало, и задумки таковые, и федерации в целом, что мы будем популяризировать спорт и среди средств массовой информации с участием именно представителей, работников, не только на уровне одного матча с россиянами, а и с другими журналистами других стран. Сильная игра обоих противников, не профессионалов, не стала открытием, поскольку за подготовку сборных как Беларуси, так и России взялись тренеры с большим опытом. Наставником белорусской команды выступила Наталья Корпилович, известный профессионал своего дела. Учебные сборы проводились на протяжении полутора месяцев. За это время журналисты успели хорошенько потренироваться. Соперники белорусской стороны имели такие же условия. Для них тоже это новизна, если брать на уровне проведения представителей средств массовой информации, то у них тоже небогатый опыт, мы обменивались с ними, и они по-доброму завидуют нам, что именно данная инициатива уже поддержана и будет продолжена в будущем. Матч проходил по всем правилам Международной Европейской Федерации Гандбола. Новшеством оказалось лишь сокращение времени двух таймов. На протяжении матча команды незначительно отставали друг от друга в счете, однако судьба в этот день улыбнулась белорусским журналистам. Они вырвали победу у соперников и стали первыми победителями международного товарищеского матча. Было интересно, ребята очень хотели выиграть. Они ловили каждое слово, каждое движение, и вот они оправдали свою надежду. Гандбольный матч, в котором встретились команды спортивных журналистов из России и Беларуси, стал красивым дополнением к поединку группового раунда Лиги Чемпионов между сильнейшими клубами наших стран БГК имени Мешкова и Чеховскими Медведями. К слову, в этот день удача улыбнулась и спортсменам БГК. Мешковцы обыграли российскую команду в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова